Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как повысить надежность работы ордена программируемых устройств и на примере чего? На примере в первую очередь аппаратном и во вторую очередь программном. Я вам расскажу. Хотя сейчас вот я все-таки программно покажу вот эту функцию Miles с адресацией к регистрам, которая была написана в прошлом видео. Кто уже применял, как бы понял суть о чем. Кто не понял, просто возьмете, скопируете и посмотрите, что получаю. Ну и так переходим к сути вопроса. В сегодняшнем фильме я расскажу о некоторых хитростях, которые выяснились при программировании, изучении, работе процессора на базе отмела. Вот этих вот. Ордвина, так называемых. И в частности я про радиостанцию скажу, которые я выберу. Особенно по части программного обеспечения. То есть выяснилось, выяснилось, что то есть вот эта вот система, что достаточно неустойчивая работа для них по части именно программного кода. То есть вот она посвистывает, похрюкивает, когда идет на передачу кнопку нажата, мигает светодиод. А неустойчиво она работала, потому что вот на плате отсутствует кварц. Вот так и смотреться. То есть существуют разные варианты плат. При казалось бы одних физических размерах. Вот плата с кварцем. Вот эта. Даже с двумя кварцами, да. И плата без кварца. Везде идет. Используется кварц там есть, но там используется внутренний кварц, который стоит в самой микросхемке. Правда, некий. Да, вот в этой плате, в этой плате используется кварц внешний. За счет чего сплакивают? Такого же. Большие. Большие менее практичные, конечно. За счет чего стабильность частоты вышит. Ну, странно. Примерно раз так 5 точно. Судя по практическому. А что такое стабильность частоты в радиопередающих устройствах, в устройствах обработки звука, это все практически. То есть тут частота сразу определяет качество работы. И как бы при набегании времени, этот вот дефект с частотой, он дает то, что он просто срывается канал, там затыкаются станции, то есть выбивается программа, бывает. А ввиду низкой квалификации тех людей, которые заняты, снимают тысячи роликов и прочее, прочее, то есть такие банальные ошибки. Поскольку программирование – это вещь такая формализованная, но она ровно так же отдалена от реальной практики, от нюансов таких, которые конкретные. Поэтому ошибки перекочевывают из проекта в проект у людей, обрастают новыми ошибками. И получается, в общем, жоповаримые какие-то программы, которые потребляют кучу ресурсов, работают крайне нестойчно, и никто не может определить, почему они кривоработают. Ну вот сейчас я покажу программку, которую я довел до ума радио Суперфа. То есть я уже показывал программку, у него там мальчонки по радио. А криво она работает, ну вот сейчас я перейду. Значит, а криво она работает по причине работа LA, по причине игнорирования разработчикам просто явных таких косяков. И в частности, по причине вот этой вот, то есть вот, функция delay, использование функции delay в кнопках. То есть в цикле, и это вызывает совешение кнопок, моментальное включение. Поэтому функция кнопок была реализована очень просто через порт. То есть при нажатии кнопки, идет просто адресация конкретному порту. Изменение его состояния. И вот изменения даже в одном параметре. Ну это тут я подставлял светодиод, как бы. Ну вот эту вот функцию, как бы эта мигалка светодиода, допустим, реализована она была в предыдущем проекте. Ну точно такую же функцию я поставил проект. Вот сейчас открываем проект. И функция просто перестала виснуть, начала летать. Ой, извиняюсь, я открыл новый проект. Открытие. Начало летать и так далее. Радио супер фастки. Код функции будет приложен, как всегда, в архиве. То есть там на гугле. Вот открываем. То есть здесь уже параметры управления кнопками переписаны. То есть после каждой кнопки идет вот такая функция, адресация к порту. То есть вот эта строка, которая заменена. Соответственно она заменена. Это как бы идет в нарушение формальной логики языка программирования для ордины. Ардуины. Но в то же время ближе к ассемблеру и ближе как бы к нормальной устойчивой работы. Вот собственно и все. Ну и реализован, чтобы не тратить энергию на светодиод. Постоянное горение. Реализован режим с паузой и мерцанием светодиода. Все. Светодиода, который включен в работе. Кому было интересно, пишите комменты. Возможно дальше тут я буду формально программировать кнопки в следующей разработке. Но это как бы уже по ходу. Немножко будет другая тема. В этом разделе программирования для чайников. Совсем балбесов. Просто берете, повторяете проект. Все работает. У Юрича всегда все классно.